Наверное, так в неестественном на данный момент месте. Я впервые готовлюсь в Краснодаре, до этого всегда готовился в Москве, у Андрея в зале. Но вот раз вот решили так, поменять чуть-чуть. Ну, в принципе, тут только прогресс. Когда, видите, исходя из вот этой вот мысли, это скорее плюс или минус, то, что вы готовитесь в необычной обстановке? Я думаю, что, наверное, больше плюс. Мне здесь больше нравится готовиться. Объясню, почему. В этом плане то, что ничто не отвлекает. В Москве все равно суета, опять же, дом, какие-то бытовые проблемы. И в выходной день мне приходится ездить куда-то по своим домашним или бытовым делам. А здесь я в выходной день. Единственное, на что я отвлекся, это уделил время вам. Остальное время я просто отдыхал. Наслаждался выходным днем и восстанавливался. В этом плане, конечно, большой плюс. Да и вообще, в принципе, то, что ничто не отвлекает. Даже и в обычные будние дни, во время подготовки ничто не отвлекает. Я потренировался, покушал, нахожусь дома, отдыхаю. Вечером опять тренировка. Меня не отвлекают, друзья, какие-то бытовые моменты. В этом плане классно. Можно сказать тогда, исходя из этого, что это одна из лучших подготовок к бою? Я думаю, что да. Но, опять же, сказать мы это сможем только после того, как я проведу поединок. И после поединка я уже скажу, да, это было круто, это была крутая подготовка. Я подошел в отличной форме. Но сейчас я себя чувствую действительно замечательно. Мне нравится эта подготовка. И нравится все, что здесь происходит. Судя по лесу, у вас сейчас активно спарринги идут. Расскажите, как проходит. Все верно. Спарринги, конечно, неотъемлемая часть тренировочного процесса. Наверное, самая основная. Сейчас самый такой пик подготовительного процесса. Спарринги проходят отлично. Крутые спарринг-партнеры приехали. Поэтому я очень доволен работой. Приехал Алексей Егоров, это претендент на титул чемпиона мира по версии ВБА. Рашид Кадзуев, также наш боксер, не битый, с нулевым рекордом. Поэтому я думаю, что, наверное, действительно одна из лучших подготовок. Одни из лучших спарринг-партнеров у нас. А в спаррингах у вас есть прям вот жесткие зарубы? Или же все-таки там где-то аккуратно, где-то там повнимательнее? Да какой аккуратный? Каждый выходит и хочет засадить. Чем сильнее, тем лучше. Главное попасть. Главное попасть, ну, как бы, меньше пропустить, больше попасть. Вот и все. Тут никто друг друга не жалеет. И именно за счет вот таких вот спаррингов идет рост. Если мы будем друг друга жалеть, то вот мы на ринг вышли, там, здесь мы привыкли друг друга жалеть, тихонько-тихонько. На ринг вышли, начинают жестко бить, и ты сразу теряться начинаешь. Поэтому здесь такая же жесткость, как и в бою. Единственное, что только шлема, перчатки побольше. Но не всегда это спасает. Слушай, тут травм не было, да. Вот тут вопрос есть. Многие не воспринимают Пейсара всерьез. То есть, ну, не видят для него, для вас, вот в нем большой оппозиции. Как вы можете его характеризовать и рассказать о его сильном застройстве? Что касаемо Пейсара, я говорю, все, кто, ну, не знают или смотрят на его рекорд, потому что там сколько-то у него поражений, сразу говорят, да, это какой-то пассажир, ему там, как мальчика для битья привезут. Просто достаточно посмотреть бой с Дмитрием Кудряшовым. То есть, всем станет все понятно, что это, ну, достаточно непростой соперник, потому что с Дмитрием он закатил очень хороший поединок, очень непростой для Дмитрия. Поэтому я думаю, что, ну, мы не настраиваемся на легкий какой-то бой. Настраиваемся, ну, действительно, на сложный поединок, на хорошего соперника. Вот что касается боя с Дмитрием Кудряшовым, вы как считаете, Мацлав был хорош или Дмитрий ему позволил так себя боксировать? Я думаю, что здесь именно два компонента, что где-то Дмитрий ему чуть-чуть позволил так себя вести, да, но и Пейсар тоже был в хорошей форме. Я думаю, что одно без другого не сыграло бы. А вы настраиваетесь на что-то, ну, там, нокаут в чемпионских раундах или специально будете делать так, чтобы пройти все дистанции? Нет, я настраиваюсь на весь поединок, я всегда настраиваюсь на весь поединок. Но, как я много раз уже говорил, что если мне представится возможность закончить бой досрочно, я эту возможность не упущу. Конечно, рано и, может быть, не стоит забегать вперед, но вот что касается ребанша с Лилунгой и Макабу, когда можно его ожидать? Как думаете? Вот при каком стечении обстоятельств приходит событие? Я не могу сказать, я вообще не люблю смотреть сопернику за спину, да, но, конечно же, хотелось бы в этом году провести бой, и, возможно, даже к концу лета с Лилунгой Макабу и забрать титул. В любом случае, держите это в голове. Конечно, держу это в голове, это цель номер один. Знаешь, как, если у меня цель была, там, либо реванш, там, либо титул взять, а здесь сразу два в одном, и реванш и титул. У одного человека все это находится, в одном человеке. Получается, нужно побить его, взять реванш и, соответственно, забрать титул чемпиона мира. Хотел бы услышать несколько слов по поводу предстоящего поединка Уайт-Поветкина. Почему он интересен? Что в нем такого примечательного? Ваше рассуждение по этому поводу? Да, я думаю, что он для всех интересен, потому что мы все видели прошлый поединок, и он был очень ярким. И был самый яркий нокаут этого года, был признан лучшим нокаутом года. Победа Александра Поветкина. Уайт далеко не подарок. И, конечно же, мне бы хотелось, чтобы этот поединок прошел раньше, когда изначально это планировалось. Но сейчас в этом поединке, я думаю, что у Саши также есть большие шансы и одержать победу досрочно. Посмотрим, как Уайт психологически восстановился, потому что физически он может восстановиться даже, если он давно. А опять же, после такого нокаута, я уверен, что каждый второй, каждый третий ему об этом говорит и напоминает, что... Да и сам он знает, что хорошенько упал от Саши. Посмотрим. Посмотрим, насколько он психологически восстановится, насколько он подойдет хорошо, в какой форме он подойдет поединку. Касаемо Саши, психики Саши, я в нем уверен на все 100%, потому что это боец, воин до мозга и костей.